Добрый день, меня зовут Сергей. Я хочу вам рассказать, собственно говоря, про дотнет коллекции и показать, как они сделаны в дотнете. Так получилось, что по специфике работы мы в последнее время практически не используем какие-то низкоуровневые штуки, а в основном оперируем чем-то высокоуровневым, какими-то листами, дикшенери, очень любим линкью и в принципе как-то этим живем и, наверное, не задумываемся о том, как же, собственно говоря, это сделано. То есть до того, как мы начнем, то есть я вам покажу такие определенные штуки, то есть то, про что я буду говорить, скорее всего, будет выделено желтым и вот здесь внизу справа, как правило, будет какой-то page reference номер, если у вас будут какие-то вопросы, либо еще что-то, я рекомендую очень его записать, запомнить, чтобы мы могли потом вернуться во время вопросов. То есть это просто для вашего удобства. Собственно говоря, когда нам нужно что-то сохранить в коллекции, допустим, в данном случае фрукты, мы невольно подбираем какую-то в голове, будь то это лист, дикшенери, либо просто массив, мы, собственно говоря, это делаем достаточно интуитивно и если вы спросите кого-то из своих коллег, как вы это делаете, они скажут, ну как-то вот я вижу, что вот здесь вот нужен лист, либо еще что-то. На самом деле я почти уверен, что в голове у себя вы прокручиваете определенные критерии, которыми вы руководствуетесь. Это может быть количество элементов минимальное, максимальное в данной коллекции. Также интересная штука, будет ли доступ к этой коллекции осуществляться по индексу, либо по какому-то ключу, собственно говоря, есть ли в этой коллекции уникальные элементы. Некоторые задумываются, насколько важен перформанс в принципе, то есть может лист тут подойдет, а может нужен дикшенери, либо еще что-то. И одна такая интересная штука, о которой мало кто задумывается на самом деле, это насколько быстро может расти количество элементов данной коллекции, то есть насколько это, собственно говоря, реально. И так как не существует никакой серебряной пули в принципе в .NET, как, я думаю, в любом языке программирования, поэтому у нас есть целый зоопарк коллекций. То есть всякие рейлисты, листы, дикшенери, хешсеты, очереди, стеки, да все что угодно, собственно говоря, есть. И специфика применения каждой коллекции, она немножко отличается. Ну, прежде чем мы, собственно говоря, рассмотрим вот эти коллекции, вернемся к базовым таким вещам, как, собственно говоря, сложность. То есть это называется как time complexity. То есть time complexity, собственно, измеряет, насколько по времени зависит исполнение алгоритма в зависимости от количества элементов данной коллекции. И практически все знают, что это выражается в большой аннотации. Их на самом деле много, этих time complexity. Мы же, наверное, поговорим только о трех. То есть от единички это практически константное время. То есть, значит, с ростом количества элементов скорость работы алгоритма не меняется. Если под алгоритмом представить, что это поиск, банальный поиск в коллекции, то это становится более-менее понятно. Это значит, что у вас 100 элементов в коллекции, у вас какое-то плюс-минус константное время поиска. Если у вас миллион элементов в листе, то, как бы, скорее всего, там время уже будет неконстантное. Потому что OATN рассматривает худший сценарий. И если мы говорим про лист, и вы делаете там поиск, то там, как бы, скорость поиска очень сильно зависит от количества элементов в данной коллекции. И там будет, собственно говоря, OATN. То есть линейно растет с количеством элементов. Есть такая штука, как old logarithm man. Это бинарный поиск. То есть я не уверен, но, возможно, вначале он где-то там может занимать немножко больше времени, чем обычный линейный поиск. Но с ростом количества элементов он дает просто колоссальный прирост. Так вот, зная вот это и то, что нам нужно получить какую-то коллекцию, давайте посмотрим, в принципе, какие базовые структуры в Дутнете у нас, в принципе, есть. То есть их на самом деле не так много. И я буду говорить про две. Это на самом деле массивы. Такая очень, наверное, на сегодняшний день низкоуровневая штука, которую пользовались все, абсолютно все, там, много лет назад, но на текущий момент практически забыли. И связанные списки. То есть сначала с массивом. Если вам нужно сохранить элементы в массив, их три, то, скорее всего, вам нужно все, что сделать с точки зрения компьютера, найти свободный кусок памяти длиной, размерностью, точнее, такой, чтобы влезло три элемента и, собственно говоря, записать туда элементы. Интересно, что эти элементы должны быть именно расположены последовательно. Такая специфика массива. То есть вы не можете их располагать здесь в одной области памяти единичку, где-то 58 записать, еще что-то. Почему, собственно говоря, так? Чуть попозже. Из этого следует его интересная throwback. Это если вам нужно добавить новый элемент в массив, то вы не можете. Это легко сделать. Вам нужно фактически создать новый массив, скопировать все данные из предыдущего массива в новый, дописать туда вот ваше число 35 и там зачистить память. То есть выглядит это вроде как не очень-то сложно, но как будто лишняя какая-то фото происходит. Правильно? Почему они должны располагаться последовательно? Потому что из этого следует, собственно говоря, основной смысл и основной плюс всех массивов. Это то, что мы можем за константное время прыгнуть на любой его элемент. Это значит, зная адрес первого элемента и просчитав смещение, мы можем взять значение любого элемента. Работает это очень просто. Просто мы индекс умножаем на размер ячейки, получаем смещение, слаживаем с начальным элементом и получаем любой элемент за константное время. Это, собственно говоря, то от единички, о которой я говорил. То есть время чтения занимает от единички. Пока что мы просто это запомним. В дальнейшем нам это скорее всего пригодится. Если мы говорим про связанные списки, то они изначально могут располагаться абсолютно так же в памяти. Единственное, что каждый элемент данного списка хранит ссылку на следующий его элемент. То есть что здесь дешево добавление? Мы просто находим любой кусок памяти свободной, записываем туда значение очередное, и у предыдущего элемента объединяем ссылку. Говорим, что следующий расположен так. Где-то там, в абсолютно случайном участке памяти. Из этого следует что? На самом деле добавление внизу… Я постараюсь точнее управлять. Время записи от единички практически не зависит от количества элементов. Будет то миллион, два, три. Вы просто находитесь в свободном месте записывать этот элемент, обдаете ссылку. При условии, что у вас есть ссылка, где-то хранится указатель на последний элемент. Однако чтение очень долгое. То есть если нам нужно прочитать там какой-нибудь тысячный элемент, то нам нужно фактически пройтись по всей коллекции, прыгая от одного ко второму. То есть скорость записи здесь очень большая, скорость чтения маленькая. И оно как бы везде так. Поэтому, собственно говоря, и не существует никакой определенной какой-то коллекции, которая, собственно, обладала бы, ну, наверное, плюсами всему этого. Так вот, как же сделаны более сложные коллекции? Если мы говорим про хэш сет, допустим, то он, значит, он в принципе работает очень быстро. То есть там как бы с добавлением проблем нету, и с ченем проблем нету. Так вот, как же, собственно говоря, это сделано? Большинство знает, что в хэш сете в принципе можно сохранить только один объект, то есть именно instance. То есть второй раз он вам не даст его сохранить. И исходя из того, что мы можем, в принципе, оперировать практически какими-то примитивными типами, интами, либо строками, либо еще чем-то, то нам нужно что? Нам нужно для какого-то объекта, для любого причем, найти какой-то ключ, ключевое значение. Это может быть индекс, если мы оперируем, то есть если мы хотим последовательно проходить по элементам, либо находить элемент с заданным индексом, но в случае с хэш сетом это не работает, потому что как бы у него назначение другое, и нам нужен какой-то, собственно говоря, ключ. Если мы вспомним, что все объекты, будь то структуры, все что угодно в принципе в дотнете наследуется от такого класса как object. И там есть определенная такая функция, которую как бы мы, наверное, все про нее знаем, все пытаемся ее перепределять где-то. Греется, да. Это объект object, система object, и у него есть такая функция как getHashCode, которая все знают, возвращает какое-то интовское число. Правильно? И как бы зная то, что у нас есть массивы, у нас есть индекс какой-то, то есть мы в принципе можем прыгать на любой элемент, зная, собственно говоря, смещение индекс, можем как-то это попытаться заиспользовать, наверное, во всех, забегая вперед, скажу на самом деле, во всех алгоритмах и во всех этих коллекциях, которые работают. То есть многие из вас переопределяют getHashCode, но, как я сказал, я лично, наверное, делал это всегда неправильно. Так вот получилось, что я действительно не знал, как он работает. Запустится, нет? Ну, да, я делал это неправильно, неосознанно, просто по какой-то, наверное, устоявшейся, честно говоря, не знаю, где прочитанной тенденции. Вот, значит, что нам нужно знать, что getHashCode на самом деле может быть переопределен в .NET, некоторые типы так и делают. Например, из простых, ну, во-первых, структуры, они полностью переопределяют, собственно говоря, алгоритм подсчета хэшкода. Из интересного, bool, он возвращает 0 и единичку, ну, как бы true, единичка, false, 0, ему больше не нужно. У строк на самом деле там свой отдельный алгоритм, если так одним глазом посмотреть, то, скорее всего, он уксорит свои байты, поэтому вы получаете одно и то же значение. Так вот, если мы говорим про нативную реализацию getHashCode, то есть, когда вы вызываете getHashCode через runtime helper, это все транслируется в код CLR и где-то исполняется на стороне CLR. То есть, выглядит это как-то так. То есть, там есть функция getHashCodeX, которая вызывается и пытается найти значение хэшкода в синк-блоке объекта. Она там, естественно, не находит его никогда изначально, его там нету. Чисто теоретически существуют какие-то ситуации, когда он там изначально может быть записан, исходя из кода. Но я не настолько это все анализировал, и наверняка он практически всегда там 0. Что происходит дальше? Значит, если он не нашелся к хэшкод в заголовке, будем говорить, в синк-блоке этого объекта, значит, выполняется функция computeHashCode. То есть, все что он делает, пытается его рассчитать. Что здесь как бы интересно посмотреть, это то, что хэшкод рассчитывается путем функции у треда. То есть, находится текущий тред, в котором выполняется это все. Вызывается функция getNewHashCode, и там отсекаются какие-то байты, биты точнее. Но что интересно, ссылка на object вот сюда никуда не передается. И тут как бы начинает немножко, но меня лично начало немножко смущать. То есть, получается как бы, что вроде как от объекта-то ничего не зависит. То есть, вы как бы что-то там считаете, но без разницы, какой был объект, он просто не передается. Если посмотреть дальше, то внутри этой функции getNewHashCode вы можете заметить интересную такую штуку. Значит, он берет, рассчитывает мультиплайер и умножает его на seed. Что интересно, разработчик данного метода дал нам ссылку на теорему кнута. И это первый раз в жизни, когда я увидел, что кто-то использует кнута в принципе. То есть, я очень мало ли знаю людей одного, который прочитал кнута, а чтобы кто-то его использовал, я в принципе не думал, что это когда-либо произойдет. Оказывается, да, действительно. Есть такая теорема кнута, я ее открыл, почитал, честно, нифига не разобрался. Там есть очень похожие штуки, вот на выбор мультиплайера, где-то там написано, что если в конце добавить вот именно какое-то константное число, то будет лучше, да. Как бы и есть ссылка, что это доказано там. Еще там кучу каких-то людей это все давно доказали, поэтому кнут это приводит, типа как просто дань. Ну это теорема, как бы окей. Как он работает, собственно говоря? Он берет какой-то мультиплайер, берет seed, умножает на мультиплайер и, собственно говоря, перезаписывает seed. То есть из этого видно, что как бы это все не зависит от объекта. Еще раз, здесь нигде нет объекта, ни ссылки, никакой, ничего. То есть изначально где-то там глубина души, не знаю, головы. Я думал, что это все-таки как-то с памятью связано. Где-то там он сидит, где-то ссылка на него будет или что. Нет, ничего нет. Значит, дальше. Если мы посмотрим, откуда отбирается вот этот seed, то заметим, что здесь кто-то просто, ну, я не нашел ничего у кнута такого. Возможно, кто-то просто пошутил и в качестве seed они взяли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, как бы. Кнут на это не ссылается, по крайней мере, не нашел. А дальше, что интересно, значит, этот seed, он, собственно говоря, рассчитывается по другому алгоритму. Здесь очередная теорема кнута с какой-то там строчки 24. Я честно, опять же, ничего там не разобрался, но нашел вот это число, я вам покажу, собственно говоря. Там есть такая вот табличка, где вот на 24-й строчке встречается вот это число. Оно, наверное, что-то очень сильно значит. Но в двух словах здесь написано следующее, что если вы возьмете вот такие-то числа, вот рассчитаете вот так вот, используя теоремию кнута, то вы получите такое число, которое, собственно говоря, будет, период повторения у него будет практически, точнее, очень большой, то есть там 2 в 32 степени, то есть он практически никогда не повторится. Ну, как-то так. То есть из этого всего следует, что, что, то есть, ну, из этого следует то, что метод, которым считается хэш-код, он никаким образом не зависит от объекта, типа объекта, еще чего-то, вот когда вы его создали, либо нет. Важно только, когда вы вызвали функцию геш-хэш-код. То есть это своего рода лейзи такая инициализация хэш-кода. И как только вы это сделали, он вот здесь вот сохраняется в синк-блоке и при последующей попытке взять хэш-код, он, естественно, вернет то же самое число. Это как бы, наверное, ломает некоторое представление о хэш-функциях, по крайней мере, в моей голове. То есть она на самом деле ничего не вычисляет, правильно? Но одной из особенностей хэш-функции в том, что при одном и том же входном параметре будет один и тот же выходной, как бы здесь это сделано. То есть вы всегда получите один и тот же выходной параметр, если будете вызывать метод get-хэш-код. Да, сбегаю вперед немножко. Значит, что я сделал? Я решил проверить данную теорию, наверное, что как бы это все не зависит. И я почему-то решил, что если нет никакой зависимости, значит, наверное, каждый из нас может написать свой хэш-код-генератор. Что я делал? Я, собственно, взял вот эти магические числа из вот этих source-кода и написал свой хэш-код-генератор. Он очень простой, но вход принимает thread-id, то есть это какое-то число, манипулирует вот этим магическими константами и в методе next он пытается, собственно, вернуть следующий хэш-код. И что вы думаете, удалось мне это или нет? Будет он так же работать? Да, вот это пример его, собственно говоря, использования. И вот эта задача, которую я пытался, собственно говоря, решить. У меня есть какой-то генератор, я четыре раза генерю хэш-код, потом у меня есть коллекция, из которой я создаю и, собственно говоря, четыре раза дергаю хэш-код. Ну, я свел на самом деле в один слайд, но запускались они по раздельности. То есть вот этот пунктирный код был сначала запущен, потом удаленный, собственно говоря, второй запущен. То есть это не в одном мейн-блоке написано. Что же получилось? И такое небольшое какое-то разочарование. Они не совпадали. И тут как бы я думал, черт, блин, да я же вроде посмотрел, там нет никакой ссылки, может где-то чего-то, я что-то не знаю. И подумал сгенерить не четыре, а больше. И оказалось, что как только я сгенерил 15, то начиная с десятой позиции они начали повторяться. Это значит, что, собственно говоря, хэш-код генератор мой работает. И это все доказывает то, что да, действительно, нет никакой зависимости от объекта, и оно так вот работает. Только где-то там, не знаю где, правда, понятия не имею, где-то там 10 объектов вызвали get-хэш-код раньше. Где это, что это происходит, понятия не имею. Значит, вернемся, собственно говоря, зная вот это все, вернемся к хэш-сету и попытаемся добавить наши Apple, там Orange и Banana, по-моему, был, или Banana в коллекцию хэш-сет. Все это банально просто. Мы добавляем Apple и видим, что внутри в методе добавления он просто проверяет, значит, не проверяет, он просто вызывает другую функцию, добавь, если ничего не существует. И вот дальше такой простецкий прием. Анициализирована ли коллекция? Вот это bucket все равно null. На сегодняшний день, наверное, ну, мне кажется, что мы так уже не пишем, это какой-то такой-то. Выглядит очень ужасно. Ну, да ладно. Здесь интересно, что называется метод инциализации и передается туда как capacity 0. Забегая вперед, скажу, что в комментариях к хэш-сету, точнее, написано разработчикам следующее, собственно говоря, почему 0, а он пишет что-то типа ах, хэш-сет типа используют, как правило, на маленьких коллекциях, типа там нет смысла передавать что-то большое. И это тоже немножко сломало мое представление о хэш-сете, потому что он должен использоваться для проверки, был ли какой-то объект за процессор, либо еще что-то. Ну, и подразумевает, что скорее всего объекта будет много. Ну, да ладно. Здесь вот интересно, у хелперов есть метод getPrime, который использует прием, который я использовал лично лет там 15 назад на олимпиадных задачах. Вот все тут родное. То есть они все, что сделали, они просчитали праймы наперед, причем не все какие-то такие. И все, что они делают, они просто находят первый попавшийся. Вот так вот просто. И только в случае, если не нашли, то пытаются его рассчитать. Как бы для 99% случаев, я думаю, вот этого списка вполне достаточно. Дальше, если мы посмотрим, то там видим снизу есть массив бакетов и слотов. Да, слоты представляют собой простую вот такую структурку, где есть хэш-код, next и value. Интересно посмотреть на next. Это вот что-то из связанного списка. Вы видели похожее, то есть у него ссылка на next. И инициализируются два массива, бакеты и слоты. То есть я попытался нарисовать, как это может выглядеть, как это может выглядеть в начальном состоянии. То есть так все мы знаем, что при инициализации там структур и данных выставляются значения по дефолту. Для интов это нолики. И, собственно говоря, представление может выглядеть как-то вот так вот. То есть все нолики, все классно. Размер три, потому что первый prime, который следует за нулем, это троечка. То есть все изначально инициализировано с троечкой. Что же дальше происходит? Здесь куски кода немножко вырезаны, потому что там есть микрооптимизации, скажем так, там отдельные всякие переменные. Они нас не очень интересуют. Дальше опять же рассчитывается наш хэш-код, который мы уже знаем, как рассчитывается. На самом деле вот этот дефолтный компейер, он все, что делает, он делегирует вызов get-хэш-кода. И по факту здесь просто будет item get-хэш-код, так? Но интересно, есть такая вот штука lower31-бинг-маск. Что это такое? Она на самом деле встречается везде и повсеместно. И если вы переведете это в 16-ричное представление, то и перемножите эти два числа, то увидите, что ничего не поменялось. Так зачем это, собственно говоря, делается? Если посмотреть, как это представлено в бинарном виде, то мы видим, что первый это нолик, и при умножении по битовым все, что получится, то есть в первой позиции у итогового числа никогда не получится единичка. Если мы возьмем отрицательное число, вот у банана, забегая вперед, то при перемножении этих двух чисел у него получится положительное, но другое число. Нам на самом деле в данном случае не важно, какое число, абсолютно важно, что оно положительное. И, собственно говоря, почему так сделано? То есть первое, что мне лично пришло в голову, почему не использовать взятие по модулю? И тут есть, мне кажется, два ответа. Первый это, что по битовым умножению, скорее всего, быстрее все-таки. И второе, что не у всех чисел есть положительные значения. То есть если мы посмотрим на, допустим, int min value, то для него не существует максимального значения. Точнее для минимального значения int не существует положительного значения. Если вы попытаетесь взять по модулю, возьмете модуль от минимального int значения, то вы получите runtime exception, что как бы, наверное, никто не хочет получить баг в продакшене, который воспроизводится раз в сто лет там. Как-то это все очень печально. Так, возвращаемся к нашему, собственно говоря, коду. Мы рассчитали хэш-код и дальше мы пытаемся найти bucket. Bucket рассчитывается очень просто. Берется хэш-код и остаток отделения на количество bucket. Мы все помним, что на первом этапе их три. Дальше мы просто находим индекс, присылаем в нем предыдущего, инкрементируем предыдущий. Все просто. Здесь обычный счетчик, да. И дальше вот это вот манипуляции с нашими двум массивами. Значит, все, что здесь происходит, это в слоты записывается, собственно говоря, хэш-код. Важно, что рассчитывается значение, ну, value, понятно, записывается, рассчитывается значение next, как bucket с индексом bucket минус один. То есть в данном случае это был ноль, ноль минус один, ну, скорее всего, минус один получится. И в bucket записывается просто индекс плюс один. Вот так вот просто. То есть получится один. То есть вот так мы получили. То есть хэш-код минус один, apple и в bucket у нас единичка. Если мы вам следующий элемент банан и проделаем с ним все то же самое, то мы увидим, что все, что поменялось, это на самом деле индекс bucket стал единичка. И индекс заинкрементировался. И дальше мы руководствуемся теми же принципами, собственно говоря. Заполняем слоты и bucket и начинаем видеть, наверное, как-то прослеживать, что слоты заполняются всегда последовательно. То есть как бы очень быстро. Нет никакого штрафа. То есть нам не нужно выбирать, где-то там искать. Мы просто последовательно, ну, по крайней мере, мне кажется, уже начинает виднеяться. Это просто последовательно записываем это все. Единственное, что мы рассчитываем, это значение next по той же самой формуле, как bucket с индексом 1-1. И в bucket и просто записываем, собственно говоря, значение. В данном случае индекс плюс 1, то есть будет 2. Вот так вот просто. Интереснее становится, когда мы добавляем, что мы там добавляем? Orange, да? Значит, мы добавляем orange, рассчитываем хэш-код, находим bucket и видим, что bucket-то с единичкой уже был. И здесь что-то начинает уже немножко ломаться, да? Что-то нужно делать. Применяем абсолютно все те же формулы. И видим, что здесь вот интересно то, что в двоечка наша, то есть индекс bucket-то единичка. У нас там двоечка, то есть мы делаем, берем двоечку, отнимаем единичку и в next запишем, получается, единичку. А вот здесь мы просто перетрем значение. То есть здесь всегда просто перетирает. То есть индекс плюс один. То есть здесь получится как бы три. И вроде как мы, может, первый bucket не задействовали, получается, но мы сохранили все наши три элемента. И в bucket-ах, ну, мне на том этапе, по крайней мере, было не очень понятно. То есть это похоже на то, что это как будто индекс в слотах. Как бы ссылка такая, ну, как-то это странно сделано. И если мы, собственно говоря, попытаемся посмотреть, насколько быстро осуществляется будет поиск, то есть мы возьмем вот этот наш итоговый результат, слот и bucket, и попытаемся найти там orange. Вот так выглядит метод contains у хэш сета. Здесь все на самом деле очень просто. Опять же вычисляется хэш-код, и потом он по bucket-ам находит bucket. Здесь вот в переменной не вынесено, не очень красиво написано, и делает у него минус один. Вот это вот магическое минус один. Здесь как бы начинает немножко все проясняться. Дальше он берет хэш-код из слотов с таким индексом и просто его сравнивает. То есть в нашем примере это выглядело вот как-то вот так вот. Напомню, что мы ищем orange. Все, что мы делаем, разворачиваем этот код и находим хэш-код, находим bucket и пытаемся, собственно говоря, рассчитать это все. То есть мы, зная, что находится в bucket с индексом 1, берем отсюда троечку, троечка минус один, получаем двоечку и приходим вот сюда. То есть мы смотрим в слотах с индексом 2, сравниваем хэш-код, сравниваем orange ли это. И действительно это orange. То есть мы как-то очень быстро, мы сразу взяли и прыгнули на конкретный элемент в слотах. Мы до этого как бы его не знали. И вот буквально за одну итерацию мы нашли наш orange. Если мы попытаемся все то же самое сделать с бананом, то тут немножко сложнее. Ситуация похожа и мы видим, что индекс, точнее индекс bucket по-прежнему один. То же самое, как было в предыдущем примере. Мы попытаемся взять его и получим, что вроде как он находится в слотах с индексом 2. Но проверка на хэш-код, собственно говоря, зафейлится. Если здесь false, мы инкрементируем наш, собственно говоря, счетчик. И он инкрементируется следующим образом. Он смотрит просто на, скажем, field либо колонку next. В данном случае здесь единичка находится. И при проследующем прогоне мы видим, что он возьмет строчку номер один из слотов, сравнит хэш-коды и найдет, что они совпадают. То есть получается, что здесь работают как помимо массивов еще и связанные списки, то, что мы смотрели. И в данном случае за две итерации был найден банан, да. Найден банан за две итерации. Но в принципе, если мы представим, что таких, что размер массива, допустим, там миллион, то все те же самые принципы будут работать и там. То есть вы практически сразу прыгаете на нужный вам элемент и его находите. Собственно говоря, так и работает хэш-сет, так работает забегая вперед. Дикшен или к этому немножко вернемся. Так вот, почему вот здесь вот 0, 3, 1, а не минус 1, 0 и 2, что было бы, мне кажется, понятнее вроде как. Типа, тогда бы это просто мапилось на слот и вроде как просто. Оказалось, что это неспроста. И вот разработчик хэш-сета, он оставил такой вот комментарий прямо к своему коду и написал, что все вот эти на самом деле плюс-минус 1 манипуляции, это для того, чтобы не прогонять фор по массиву изначальному и не сетить все в минус 1. То есть таким образом он скипает вот эту вот операцию и тем самым экономит какие-то там такты процессора. То есть это, наверное, не очень понятно конечному пользователю, мне было непонятно, да? Но не предполагается, что я туда буду когда-то смотреть. Это просто работает и работает, и все как бы довольны, да? И про dictionary я говорил на самом деле. Это куски кода dictionary. Очень похоже все на хэш-сет. Единственное, что здесь появляется ключ. И здесь уже, видите, немножко по-другому написано, но все то же самое прослеживается. Здесь просто напрямую называется хэш-код. Вот это вот побитовое умножение. Здесь уже нету минус 1. А почему здесь нету минус 1? Вроде как все то же самое. Ну и сравнивается уже, собственно говоря, хэш-код берется от ключа, а не от объекта, и сравнивается ключи. И тут вот думаешь, блин, а почему тут минус 1-то нету? Оказывается, что вот действительно нету. И в исходных кодах есть вот такая вот штука, то, что я говорил. То есть они пробегаются по массиву и сетят все в минус 1. Тем самым они как бы съедают какие-то такты процессора. Ну, наверное, становится понятно. Есть подозрение, что просто разработчики дикшенари, они как бы не подсматривали у хэш-сета. Хотя вот чисто так, если сравнивать два кода, ну, где-то у меня будет. Они на самом деле, ну, очень похожи. То есть как бы слева дикшенари, справа хэш-сет, они, ну, практически идентичны. Почему вот один-в-один не слезали, не совсем понятно. Значит, мы уже близки к завершению. И, собственно говоря, расскажу одну такую небольшую штуку, которую многие, наверное, знают. Многие не знают. Это то, что вот исследует изработать с массивами. То есть лист, как мы знаем, мы знаем под собой, имеет массив, правильно? Соответственно, если вам нужно сохранить что-то в листе, то большинство просто создают лист, добавляют туда элементы последовательные, на самом деле не заботясь о том, сколько их будет. В принципе, наверное, ее не очень много. Так вот есть такая штука, как size, есть такая штука, как capacity. В чем между ними разница? То есть если вы создаете лист и туда пихаете три элемента, на самом деле там по дефолту четыре, по-моему, но смысл в том, что вы не создаете никакого бульфера на будущее. И если вы создадите тот же лист, допустим, с capacity больше, чем вы пытаетесь это засунуть, в данном случае пять, то в памяти будут зарезервированы для массива, будут зарезервированы дополнительные элементы, правильно? И если вы попытаетесь сохранить какое-то число, то все, что произойдет, оно, собственно говоря, просто сохранится без каких-то штрафов, как я говорил, там копирование, создание нового. Ничего этого не произойдет. Здесь есть обратная сторона. А это то, что вы, возможно, используете, точнее вы резервируете память, которую никогда в жизни не заиспользуете, как бы поэтому. Но я все-таки предлагаю посмотреть на вот этот конструктор листа с capacity, где можно специфировать capacity, потому что на каких-то синтетических тестах, которые мы делали, то в принципе можно получить до 50% прироста производительности просто за счет того, что там говорится тысяча, в нем будет тысяча, как бы. А если там миллион будет, так вообще вы там прямо взлетите. Потому что многие просто что делают, они реально создают лист, и там начинают об 10 тысяч элементов туда просто добавлять. Как бы. Я не знаю, что будет дальше. А, дальше. Вот, собственно говоря. Дальше я просто все, что сделал, это сделал вырезки из разных коллекций, чтобы показать, собственно говоря, что идея везде одна и та же. Везде есть массив, есть какой-то size. Ну, как правило, все оперируется массивом. Если мы говорим arraylist, все то же самое, item, тоже то же самое, массив, если вот дефолтная capacity 4, и вот-вот наша магическая вот эта константа, которую на самом деле вы везде встретите, абсолютно во всех. Во всех классах, наверное. Вот sorted list. У него уже два массива. Вот интересная штука version. Мы про нее не поговорим, но как бы очень рекомендую посмотреть на вот это свойство version. Она решает очень интересную проблему. Очень дешево. А в dictionary немножко видели, значит, вот все те же entry с next, там те же массивы. Ничего интересного. Конкурентно в dictionary там немножко сложнее. Там вот эти есть массив нодов. Ноды там содержат в себя, если я правильно помню, там опять же связанный список и массив. То есть, опять же, здесь все оперируется обычными, простыми массивами. Никакой магии, собственно говоря, нет. Это стек. Можно было бы подумать, но лично я изначально думал, что значит стек и вот очередь, что это все оперирует на самом деле связанными списками. Оказалось, что нет, это все оперируется массивами. Хотя я лично думал, что там какой-то связанный список более подходит. Нет, там просто обычные массивы. В данном случае вот есть ссылка на head, на tail. И, собственно говоря, все. То есть, ну, я не сказал summary. Summary, наверное, такой, что в последнее время очень часто приходилось смотреть в исходники Microsoft, особенно с учетом того, что .NET Core, в принципе, открытый. Ну, из того, что я видел, полностью соответствует. Обычно будут на это по исходникам. Очень интересно посмотреть, как же сделали какие-то вещи люди, потому что, да, существует много документации, но для разработчиков единственной верной документацией является, собственно говоря, source code. То есть там вы однозначно можете сказать, как это работает. И все, что я предлагаю, это, собственно говоря, посматривать иногда в source code, чтобы просто посмотреть, как другие люди делают какой-то опыт. Возможно, некрасиво. То есть на сегодняшний день это выглядит, ну, как-то, вот так вот, типа, как-то, что-то так писали. Ой, но оно работает. И второе, вот задумывайте о таких базовых вещах. Как же делаются простые банальные операции? То есть из интересного расскажу, что вот буквально на днях провел такой интересный эксперимент. Про их людей на собеседовании спрашивал один и тот же вопрос. И вопрос был, ну, я не знаю, может кто-то есть, из них, может, нет, здесь, но вопрос был на самом деле простой. У меня есть коллекция лист, лист интов, и мне нужно удалить из этого листа элементы, кратные двум. То есть которые при делении на 2, остаток деления на 2, на 2 дает 0. Не порождая новой коллекции. То есть мне вот из этой коллекции нужно удалить элементы. Вы не поверите, но это были три человека абсолютно разного уровня, и ни один из них не решил ее. Все пытались применить LinkU, то есть порождали новой коллекции, то есть они там делали SelectWare, Toolist, как бы. Ну, это такая, то есть банальная задача, которую большинство из нас, наверное, решало там где-то в школе, возможно, на какой-то олимпиадной задаче, но вообще без проблем. Это просто тому, чем у нас учили. А на сегодняшний день мы просто привыкли оперировать какими-то такими вот абстракциями, достаточно высокого уровня на данный момент. И мы просто забываем то, как это работает. И вот просто помните про вот такие базовые вещи. Они, возможно, где-то вам помогут. Может, вам нужно написать какую-то свою коллекцию, я не знаю, которая будет не иметь. Каких-то дробэков вот этих, про которые мы поговорили. Ну, как бы в общем вы видели, что код везде плюс-минус одинаковый. И как бы на сегодняшний день, я думаю, что любой из вас, зная вот это, мог бы сам написать свой там лист, дикшн или либо еще что-то. В принципе, все, вопросы можно. Спасибо большое за доклад. Итак, начинаем, понятное дело, сессию вопросов. Я уже вижу. Сергей, итак, я не очень понял в итоге, getHashCode все-таки зависит от объекта или нет? Нет, вообще никак не зависит. Тогда вообще все работает. Вот это та ситуация, когда говоришь, типа, what, типа, или там, как так, Карл, да? Просто возникает у меня, например, миллион вопросов. Вы говорили, что вы там раньше неправильно имплементировали getHashCode. Зачем тогда вообще имплементировать getHashCode, если он не зависит от объекта? А потому что вы можете его переопределить правильно, и как бы большинство этим пользуется. Очень часто это вот при работе с базой данных, когда у вас есть какие-то сущности. Ну, я лично так использовал, я переопределял это. Я к чему? Что оно как бы работало, все здорово, но я не знал, как оно на самом деле вот как бы там работало. Я думал, что оно как-то получается путем каких-то манипуляций, там где-то все лари с куском памяти, как-нибудь, может, адрес как-то транспортный. Ну, я не знаю. То есть я не знал, как это работает. А, ну так, все-таки зависит, но англез вы не определили сами. Ну, то есть если вы сами все-таки переопределяете, тогда… То есть если вы ничего не делаете, то он никаким образом не зависит от объекта. Окей, так, не устраивает, да, спасибо. Еще вопросы? Вижу один. А замеры скорости интересовали? Вот когда dictionary и hash set, они же отличаются, хотя реализация вроде бы, вы говорите, схожая. Особенно от количества объектов, которые туда… Да, то есть смотрите, там есть вот интересный момент, когда я лично увидел вот это минус один присванивание и то, что оно… То есть в hash set нет вот этого присванивания минус один, а в dictionary оно есть. То как бы мне лично пришла в голову идея, собственно говоря, переписать dictionary таким образом, чтобы там вот этого не было минус один, да. И я это сделал действительно и… Проблема здесь с замером производительности. То есть я использовал, да, вот этот load.net benchmarking вот этого. Кинчится, я не помню, не уверен, значит, фамилии, да. То есть из JetBrains товарища, который рекомендует все, там он там прогревает процессор, все здорово. И вы знаете, действительно на тестах синтетических, где там ты добавляешь в память порядка там миллиона элементов, то разница между, допустим, dictionary, который делает, минус один, потому что он это делает при каждом ресайзе, потому что как бы последовательно увеличивается. И между моим переписанным dictionary было порядка двух процентов. То есть мой быстрее был. То есть делать ли там pull request, либо еще что-то, на самом деле это интересный вопрос, но прежде чем это что-то делать, это нужно реально как-то попытаться замерить. То есть я говорю, на том, на том, на чем я мерил, да, прирост был. Порядка там двух процентов на вот этом доп.нет бенчмарке. Ну как бы еще немножко рановато. Надо побольше изучить эту тему. Так, и еще вопросы есть? Я, пожалуй, тогда больше не вижу. Про get-head-code, да, вот мне понравился вопрос, собственно говоря. Просто я видел, задача похожа на то, что решали люди, которые брали листики, да. Я просто видел реакцию некоторых людей, ну ничего нет такого плохого, потому что кто-то пробовал это решить с помощью Visual Studio, еще что-то. Было интересно посмотреть на реакцию этих людей, типа они просто типа как-то, как так, типа, черт, как так. Нет, ты, наверное, неправильно, ты, наверное, неправильно написал, давай проверяйте, типа там, оп, оп, там. Ты местами поменял, точно поменял там? Да, вроде поменял, так, черт, черт, это как бы, да. Некоторые люди, да, пошли дальше, они вот начали искать source code, там, это все. Интересно, что да, это вот, мне кажется, немножко людей сподвигло к задуматься, как же оно там сделано. Ну и это, мне кажется, здорово. Спасибо всем. Я вижу еще один вопрос. Сейчас, секунду, еще один вопрос. Перепреждаем ли get hash code в dictionary? Нет. Ну в смысле у dictionary, у объекта dictionary? Нет, он вызывает этот же код. Сокровочек. А? Даже как его воркозь. Да, абсолютно такой же. То есть результат в случае, будь то object, list, ну вот такие классные, то есть никаким образом не зависит от типа самого объекта, и как мы выяснили, в принципе, не зависит от объекта. Это просто где-то там у треда инкрементируется какой-то счетчик, и мы на самом деле глубоко плевать, какой объект его вызвал. И я просто хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...